Безопасность и регулярность полетов начинаются на земле с грамотного технического обслуживания, с высокой квалификации инженерно-технического состава. При полете на больших высотах жизнедеятельность экипажа и пассажиров обеспечивают герметическая кабина и высотная система самолета. С подъемом на высоту атмосферное давление уменьшается в соответствии с графиком международной стандартной атмосферы, а давление в гермокабине в соответствии с заданным графиком. До высоты полета 6700 метров абсолютное давление в кабине поддерживается постоянным за счет увеличения избыточного давления. Достигнув величины 0,59 килограмм силы на квадратный сантиметр, оно в дальнейшем не меняется. При снижении самолета давление в гермокабине меняется обратным образом. Если высота полета 10 километров, то избыточное давление в кабине 59 сотых килограмм силы на квадратный сантиметр по шкале перепада давлений прибора УВПД. А абсолютное давление в кабине равно атмосферному на высоте полтора километра, что контролируется по шкале высота в кабине того же прибора. Кабильный вариометр показывает скорость изменения давления. До достижения заданного избыточного давления высота в кабине равна нулю, а далее начинает расти, но не более чем до двух километров. Регулирование давления в гермокабине осуществляется автоматически регулятором давления воздуха с помощью выпускных клапанов. Регулятор имеет три узла абсолютного давления, избыточного давления и ограничения скорости изменения давления. Перед полетом давление в кабине задается равным атмосферному на аэродроме вылета. Если абсолютное давление в кабине увеличивается больше заданной величины, то растет давление и в полостях регулятора. При этом срабатывает телефон узла абсолютного давления. Открывается клапан, и давление в полостях регулятора уменьшается. Узел избыточного давления в кабине настраивается за датчиком. Если избыточное давление в кабине увеличивается больше заданной величины, растет давление и в полостях регулятора. Срабатывает телефон узла избыточного давления, открывается клапан, и давление в полостях регулятора уменьшается. Скорость изменения давления задается в 18 сотых миллиметра ртутного столба в секунду. Если она превышает заданную величину, прогибается мембрана узла, открывается клапан, и давление в полости регулятора уменьшается. Срабатывание любого узла регулятора давления вызывает открытие выпускного клапана. Выпускной клапан включает в себя тарельчатый клапан, антиимпульсатор, узел абсолютного давления и ограничитель избыточного давления. По мере нарастания давления в кабине, оно увеличивается и в полостях выпускного клапана. Получив команду от регулятора давления, срабатывает антиимпульсатор. Давление над диафрагмой тарельчатого клапана стравливается в атмосферу, и за счет разности давлений он открывается. Давление в кабине уменьшается до заданного. В случае отказа регуляторов при перепаде давлений больше допустимого, работой выпускного клапана управляет ограничитель избыточного давления. Если давление в кабине окажется меньше атмосферного, тарельчатый клапан открывается, выравнивая давление. Это может произойти при экстренном снижении самолета. При падении давления в кабине меньше допустимого, срабатывает узел абсолютного давления. Тарельчатый клапан закрывается. Для поддержания в исправном состоянии выпускного клапана периодически, в соответствии с регламентом, выполняется его техническое обслуживание как на самолете, так и на участке высотного оборудования АТБ. Перед снятием агрегата необходимо промаркировать отсоединяемые трубопроводы и штуцера и навернуть на них заглушки. Одним из условий, определяющих исправное состояние клапана, является время опускания у него на седло. Оно должно быть в пределах 55-65 секунд. Перед установкой клапана нужно проверить соответствие технической документации устанавливаемому агрегату. при установке клапана на выпускной патрубок затяжку хомута крепления производите тарированным ключом с моментом 15 килограммов метров. Подсоединяя трубопроводы, убедитесь в соответствии цветной маркировки трубопроводов штуцерам. После установки выпускного клапана проверьте герметичность управляющей линии трубопроводов статика и атмосфера. Перед их проверкой установите за датчики регулятора давления надравление более высокое, чем на аэродроме. Проверку управляющей линии выполняют с помощью установки КПУ-3 в следующем порядке. Через переходник подсоедините шланг установки к фильтру основного регулятора давления. Создайте разрежение в системе соответствующие скорости 750 километров в час. Линия считается герметичной, если время падения скорости до 660 километров в час составляет не менее 38 секунд. у хаза После проверки за датчики регулятора давления установите в исходное положение. Аналогично проводится проверка трубопроводов статика и атмосфера.